короче вон видите еще держит я же говорю что-то не пачками идут видишь это нет мы тут по еще не факт что это последнее может быть еще дальше быть я в 3 в 3 захода добирался помню там стояли как вот ближе сюда у тбилиси потом здесь может больше станет может меньше вариантов то нет назад то ехать надо пошли шашлык заказывать но мне очень нравилось ну что михаил что скажется приятного нам аппетита приятного аппетита сейчас мы как это все дело то не работает чуть-то не работаем работаем и зашли кустами подходить к нему да все братцы мы кушать куда она же больше наверно ну что ваше резюме я лично еле иду я тоже еще иду невозможно здесь погодка портится резко ладно поехали и пусть и время терять так что друзья заезжайте сюда здесь вас накормят так что вы сможете ехать что-то погодка спортивность фу аж дышать тяжко честное слово но уже душу отвел так отвел как же я соскучился по грузинским вот этим вкус вот эти вот приправы вот это вот все маринад этот шашлычка а чего ж классно честное слово аж дышать тяжко так все это хорошо едем на тибане что братцы кто будет здесь ехать заезжайте не пожалеете поверьте цена вопроса 20 лари 20 вот это вот порция штук у 40 лари на двоих 1 20 лари это ну сколько ну 5 евро она того стоит все а здесь вот стоят пацаны стоят и это не есть хорошо там пять километров засекаем здесь тысячи извинений шашлык напоминает что он другое сегодня ой тут наверно меньше я стоял как-то и здесь стоял потом и там стоял еще до этого места стоял как-то так тоже я помню добирался доехать ты ехай чё так сигналит эти что помешал и ветер какой тут резко погода спортсмен было чисто на или считается солнце светит а сейчас вот пожалуйста уже ветер налетел только тучки это горы здесь все меняется может измениться мгновенно так следующее запланированная остановка это у нас будет гейзи на объездной и грузинкой грузинской белиской а мне нужно с одним очень хорошим человеком пересечься кое-что отдать кое-что забрать сим-карту например но и по грузинскому все я еду в эту сторону мне страшно ну тут одни турки тут убери с этой колейки турки с этой колейки турков тут и колейки нибудь только славится одни турки чё тут делают но они все вот на казахстан идут то что это местная авиалиния вся колейка сплошные турки даже если цинские команды стоят и как так-то посмотреть на туре тут уберите турков тут и все никого не останется окушать джинсы это почему больше это на двоечник уже километрах уже три километра колея все еще вдоль колеи сильно торопиться не надо одни турки катастрофа просто казахстан вот узбекистан киргизия вот они этой дорогой идут да будет весело назад но здесь одно хорошо здесь полиция путь ночью можешь спать ложится спокойно полиция разбудит может уменьшится но я сильно сомневаюсь что здесь что-то уменьшится охренеть просто охренеть колея но заканчивается Ну и, как интересно, мы с тобой будем разъезжаться теперь. Тоже почти 5 километров. Ну вот. Здесь почти 5. Там 5. Еще 3. Здесь почти 5. Там 5. Два накопителя и полная нейтралка. Перспективы веселые. Но это в будущем. Пока едем. Может и это еще не последнее? И такое может быть. Интересно. Этот МАЗ мой ровесник или он меня старше? Дверь болтается. Видно вам, не видно. Не видно же, он даже не закрывается. Ведь какой-то дураганный ветер налетел. Это что творится? Надо, наверное, этот МАЗ обходить. Здесь ржав-ржавый. А, он все равно что-то поворачивает направо. Ничего себе, тут. Ураган какой. Что-нибудь не прилетело бы. Какой-нибудь древо со скалы. Офигеть, вот это, да. За буря. Собралось. Похолодало. Уже 22. Тоже что-то вот ресторан. Видите, все работает. Как я тогда вспомню, ехал в прошлом и прошлой весной. Было такое ощущение, что не в Грузию приехала, в какую-то вымершую страну из какого-то фантастического фильма. Никого. Ни людей, ни животных. Даже собак не было. Все закрыто. Ничего не работает. Как раз тогда получилось, в Белисию объезжал вообще вечером. Уже после девяти. Ни машин. Ну, то есть, просто. Просто вымерло. Все. Скажу так. Жутковатенькое впечатление. Это было. Сейчас тоже дарят комендантский час еще в действии. Но зато это. Ну, хоть рестораны поразрешали. Я говорю, никто эти маски не носит там. Таможня вся без масок ходит. В Кабардино-Балкарии в магазин заходил. И там вообще-то... Там даже в магазине продавцы без масок. Все. Такие маски. Забудьте. Как сказал Михаил. Когда это просто столовка, это ланда ничего особенного. Ну, когда здесь уже... Тут уже, правда, уже... Глупо. Не заехать, не похуже. Да-да. Здесь, в Армении. Крепость-то на Нуре у нас. Согласен, согласен. На том берегу он. Видите, сколько там машин. Ну, и здесь даже есть. В крепости гуляют. Так, жулик-жулик. Доводилось тут в ней бывать внутри. Довольно интересно с ней тут легенды связано. А он туда вниз спустится. Вообще красота. Смотрите, как там красиво. Что-то мы тогда до низа не добрались. Я что-то не припомнил, что вот такое там было. Может, недавно построили. И сейчас будем горку штурмовать. Здесь такая тоже... Горка хорошая. Правда, четырехполосная. Видите, как тут спускаются по встречке. Не то, что поднимаются. А на Нуре, а на Нуре. 36 километров до берлинской... Фу, берлинская. Филисская бизнеса и в берлинской. Что-то надо, наверное, кому-то сходить. Что-то сговариваться вообще. Частенько начал. Хорошая тут горка, да. Двуцаточка тяжко. Ничего еще. Самые хорошие горки еще впереди. Еще у нас Армения впереди. Там тоже не кисло подниматься. Вот люди живут, да. Вот находят. Взял там участок, вырубил себе. Надо, чтобы дом провна стоял. Зато тишина, птички, горный свежий воздух. Вообще кайф. Вопрос только, а как они подобираются? Это же наш какой-то... Должен же какой-то подъезд быть. Элементарный. Сейчас посмотрим здесь наверху. Есть туда хоть... Какая тропка лесная. Ресторан. А в ресторане нет них. Там походу закрыт. Да. Может быть и не выжил после. А, вот тут деревня. Это ее там продолжение получается. А, через деревню надо. Тоже вот видите, да? Это может быть, он себе забор такой построил. В виде крепости. Красавчик. Виды, братцы, виды просто потрясающие. Конечно, на таком боевые к шестому еще ехать. Зафурует и... Смех. Туда вот дорога пошла, вот налево. Ну вот, видишь, потом по тому берегу там вдоль озера. Это саму горную часть Грузии. Туда, куда Мимину летал. Там нужно... Ну это вот, тут 100 километров где-то туда. Часов 6 ехать надо. Там, там, такие перевалы потом, ну, Крестовый-то... Ложбина вместе с равниной. В сравнении с тем, что там, там, только на УАЗиках. И это... Ну... Ну... Часов 6 ехать надо. Да и только летом. Ну, я знаю, сколько было прикольно, мы что-то так сядь, ну, от перевала идем, там, туда-сюда и... И песню ставить, из этой Мимину музыку, как он там поет, там, чьиту Маргариту. Ну, я подумаю над этим вопросом. Да, подходит, как он снимал его. В своем фильме эта песня, там, по горам, там он улетел. Ну, вот тут по горам, там, кто-то, что, и вот эта музыка так... Бекольная, по-моему. Здесь, вон, видишь, внизу, здесь внизу живут строители вот этой дамбы, которые ее строили. Им тут дома подавали, им стройте на совесть, иначе вас первый смоет. За что купил, за то и продаю. Я говорю, там, у этой Вольвы только номера карельские. Все остальное там явно не карельское. Вот эти вот дома. Это мне так рассказывал. Вот там, которые... Вот это... Часть из этих домов, Ну, дали строителям вот этой дамбы, Которая выше. Типа с такой мотивацией. Строится хорошо. Потому что вы здесь будете жить. Не знаю, правда-неправда. Но вот так оно и... Ну, есть оно так или нет. Но я такое слышал. Господи, мы здесь до Тбилиси доедем или нет? Время уже, по местному, 6 часов вечера. Мы что-то к Тбилисской объездной даже не добрались. О, езда здесь на этом участке. И вроде бы ж ничего нигде не потеряли лишнего. Ну, ну, заехали, покушали там. Сколько мы там постояли? Ну, пусть час. Наверное, часа даже не было. Ну, вроде как 40 минут там, ну, этого ждали. Деньги поменять. А вот туда-сюда, вот, Шатили. Вот указатель. Это вот туда вот. 100 километров. Именно вот про... Куда Мимино летал. Ну, так, на ту сторону здесь перебраться. И уже по той стороне. И поехал, поехал, поехал. Там, дальше, там... Москва, в Калале? Да, говори. Лего, подскажи, что там, большая колейка на границе, нет? У тебя их две и обе по 5 километров. У тебя сейчас до перевала будет колейка, потом в Кобе будет колейка 5 километров. Два отстойника забитых, и нейтралка битком была вся. Видите? Я его обрадовал, у него мова отняло. Видите, Москвой обозвали. Ха-ха-ха-ха. Все, мы, можно сказать, уже совсем... Хорошо, далеко тянуло. Сейчас ты разговариваешь, что я второго не слышал. Простято хоть за тридцать. Ну, он у меня спросил только куда, и все. Потом он вид на отшока, мол, отнялась, и все. Мне тоже не ответил. Да, потом я говорю, что Тараска перестала тянуть далеко. А ты придешь и едешь, смотрят, да, вот тут какие-то же коровы идут, где-то там бараны какие-то. По России, особенно в средней полосе, где ты видел какую-то корову или что-то там такое? Нет, нет, ну ты ж не сравниваешь с средней полосатой. В средней полосе, если ли, если ли, там, на привязи где-нибудь у бабушки в огороде, а здесь они на Воль-На-Лыпасе. Что здесь, что в Казахстане, что дальше в Армении, что в том же Узбекистане. В Казахстане, где хочу, там и хожу. Ну да, ну тоже езжу, там Тамарская область, там что-то садик, там скота полно там, что-то юг, а вот здесь Москва, Смоленск, Ковбуре, езжу, где мы чаще всего. Ничего ж не делают, ни полей, ни скота, ничего, я не видел. Там менталитет другой, там, другими занятия есть. А вот и на Тарик. Проезжаем там через деревьев, сейчас поедем, вот если ты на дороге где-то огурец, картошку, реально, трудно найти. Вот яблоки, да, дед яблок не посадил, который все собрал, в двух яблок и продал, это, да, там, в швето что-нибудь принес, грибов, ягод еще, да. А на огороде что-то с огородом мало что продается, южнее там, да, а тут у нас нет. Леняться, леняться. Не выгодно просто, выгоднее за границу привезти, или с других регионов. Тоже верно. На Тахтаре, и после на Тахтаре, все, конец-то уже. Венеси Ринг начнется. Ну, если вдруг тебя напитками отправят грузиться, то тебе грузиться вот сюда, направо, здесь вот километр, и с правой стороны завод на Тахтаре. Ну, мало ли. Решат на Латвию загрузить хорошего напиточка. Раньше светофор был, сейчас нет, уже поснимали. Не жарко, не жарко, 20 градусов, не, все комфортно, все хорошо, конечно. Такая температура вполне устраивает. Жары не надо. Но факт. Лица, даже вот пились и двадцаточка. В средней полосе России по лужи там за 35. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. А сейчас тут по обвизной чутка пробежим, и тут как тут сейчас ускоришься, потом опять там то населенный, то еще что-нибудь, то там интересности. Доделали там эти ремонты или нет на обвизной? Посмотрим. Ну, еще что-нибудь, а потом там опять за Тбилиси, там снова деревня на деревне. Я знаю, что от Гезе до Садахуя 2 часа. Почти 2 часа, там 1 час 40, что-то такое ездишь. Ну, ориентировочно 2 часа закладывать надо на дорогу. Короче, туда я боюсь, что уже приедешь, уже затем. Пол седьмого, сейчас солнце спрячется, и здесь тут же темень настанет. Ну, что-то тут этих досок не припоминают, они рынок устроили, строительный. В рестораны, помню, ничего не пустует, машины стоят, люди отдыхают. Здесь, видите, здесь принято в рестораны ходить, кушать. У нас как-то вот, ну, что-то именно у меня, но как-то не особо мы куда-то ходим. А здесь, наверное, раз в неделю надо обязательно куда-нибудь выехать, в какой-то ресторанчике покушать. Ну, это я так, не-не, может быть, не прав. Готовьтесь к правому повороту через эти турниры. Все, в Батуми-Сухуми направо, на Турцию тоже направо, а нам прямо, нам Цхету и Лиси. Я вообще смотанул бы в Батуми. Ох, мотанул бы, с удовольствием. Что-то скажите, вот с Владикой идете с перевала, как там дорога? Колейка есть на Россию? Там две колейки, пять километров до перевала, пять километров за перевалом. Два терминала битком и вся зеленка битком. Коля, спасибо, спасибо, удачи вам всем. Давай, заимно, запасайся продуктами. А больше хлебушка человек, чтоб купил. Все, наконец-то. Да, 11 часов мы сюда добирались. Если взять со стойника. 11 часов. Это круто. Цхета, древний город. Отправо. Тоже там был. В центре. А, знаменитая церковь, креста. Слияние двух рек. Куре-Арагви. Оттуда, конечно, потрясающий вообще. Вид такой открывается. Нам съедут на место именно, где эти две реки сливаются. Отсюда до Баку 638 километров. О, как. Ереван, Баку, правее. Все верно. Здесь надо немножко взяться правее. Что-то людей я там не наблюдаю. Может, и нет никого. Может, запрещены посещения. Это кажется вот тоже невысоко. На такой высоте, что мама не горюй. Казалось бы, ну что тут той горочки-то? Да чего ж, вот как обманчивые горы. Да, здесь главное вот прямо не уехать. Когда первый раз едешь, то можно... Да, да, мы здесь правее. Здесь надо правее, а все равно по итогу пойдем левее. Транзитный трафик, вот сюда. Смотрится, какой ветер. Здорово, здорово. Поверните налево. Какой-то тут шквалистый ураган налетел. Поедем посмотрим, изменилось там что-нибудь. Нет, я в плане того, что вот эти... Это вторая река. Здесь ли я... Эй, слияние, господи. Там земных ремонт и были на объездной. Два участка было недоделанных. Сейчас поедем глянем. Телави, 128. А, это полиция оказалась? В самом случае, за рулем он был. Да стоп, ты, алави, алави, алави. За рулем он там в форме был. И, по-моему, это он сигналил. Чего сигналил, да? Не, 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 я сейчас свои дела в Гезе поделаю и поеду на границу. А там посмотрю, если в отстойнике долго не держат, то, конечно, я буду заходить в Армению. Даже если это будет ночью. Нам надо завтра разгрузиться. О, какая там колейка собралась. На светофорчике. А здесь вот турки, это вот они все с Азербайджана идут. Ну и туда, соответственно, в ту сторону, на Азербайджан. Год назад здесь никого не было. Вообще никого от слова совсем. Просто пусто. Я такой, Грузии такой не припоминаю, чтобы она такая была. Здесь всегда движение. А тогда это было что-то. Вместе. Красавчик. И такая уж она сплошная, правда. Это нормально. Ничего удивительного. Вот там у нас в Тбилиси, друзья. Правда, тут особо вам ничего не видно, конечно. Но поверьте, он там. Мы еще зайдем в него. На выходе из... Когда уже туда, в сторону Еревана. Крайшик его мы зацепим. А это пригород, да, получается. Кстати, очень много домов недостроенных, я смотрю. И нежилых. Дачи, наверное. Частные дома, домики. Ну такие. Небогатые. Все тут заделали, все. Не, ну мы еще до того участка не доехали. Еще должен быть такой влево-вправо. Зигзаг мы сделать. Ну сейчас, по-моему, там. Мост перейдет, он развалился и сделали его объезд. Они что, мост построили? Или я что-то путаю? Или он здесь был? Не, он, наверное, тут был. Как это? Если честно, я его что-то не помню. Этого моста. Наверное, ж был. Ну пусть будет так. Нет, ну по другой дороге нету. Значит, был. Вот, объезд этого моста так и остался. Здесь просто рухнуло все. Никто его решил не восстанавливать. Зачем? Просто вот в объезд асфальт положили. Здесь только мост. Вот земля тут уехала, уплыла. Короче. В общем, вы видите все сами. Здесь все обвалилось. А была дорога. Ну да, примерно так же. Ну тут сейчас что? Сейчас по объездной идешь, да? Вот это так и будет, да? Мне Машка сказала, я в Грузии не ориентируюсь, поэтому все. Икс Керштейн вообще. Молчит, как рыба в лед. Ох, мы бедные овечки, никто нас не пасет. И коровенки, и овечки, о-о-о, влипли мы по-серьезному тут. А посмотри, и шурпа, и шашлык. Да-да-да-да, все сразу. Хочешь молочко? Ждем. Мы попали в пробку. А куда денешься? Рабочий момент здесь. Попробуем проехать. Уважаемые, правда, здесь они никогда вам не уступят? Будем толкаться. Да, сейчас проедем. Нет, тут бесполезно. Сплошной поток. Лучше подождать. Нет, лучше подождать. Пускай они лучше перейдут, с Богом. Тут и ослики, вот, видите. Ах, какой же ребеночек, да, сварится. Маленький-маленький, да, как красавчик. Ай, какой красавчик. Ну, давай, 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 беги, беги, беги через дорогу. Беги, 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 беги. Беги, не бойся, беги. Минута времени. Зато как... Ой! А вон туда, гляньте. Смотрите, скуга там. Шашлыков с бараниной. Обалдеть! Ёшкинку! Направо посмотри, какая там отара. А че есть? Да, вспомнил, они еще тогда их доделали. Единственное, что, конечно, стыки сделали так себе. Но то, что все угровейку здесь уже залатали, то это факт. Вспомнилось, вспомнилось. Поэтому тут... Отсюда-то ладно, отсюда в гору. Вот оттуда. С горы надо поаккуратнее. Наконец-то мы добрали до Гэзи. 12 часов практически. Держите. Извини. Слушай, я сейчас торможусь. Не знаю, чтоб меня здесь. Или я буду ждать, чтоб подъехали. На стоянку я заезжать не буду. Я сейчас там за... За терминалом. На обучение стану. Но я еще 13 километров прямо дальше. Правильно, да? Да, да, абсолютно верно. Прямо там потом вправо в Тбилиси уйдешь. А там уже заблудиться сложно. Да, отрорвем. Ну, чтобы уже Хейла не задерживать с моими проблемами. Поэтому пускай едет. Просто я не знаю, сколько я потеряю здесь времени. Может 15 минут, может час. И тут надо человечка дождаться. Ну, так вообще знаю. Вот на право поворот терминал Гэзи. Самая крутая. Тут большая таможня. Остановка тут запрещена. Но я вот процану туда, а он дальше. Вот машинки здесь вот стоят. Сейчас сюда вот встану. И здесь подождем. В общем, вот мы зашли заново в Тбилиси. Вернее, как заново. Мы вообще зашли в Тбилиси. Здесь очень довольно красивая аллейка. Каждый раз еду, радуюсь. Ну, недолго я. То есть отстал я от него. Михаила минут на 30, наверное. Ну, часа где-то я потерял. Но как Гарик приехал, пока мы там туда-сюда. Мы не виделись, наверное, года-полтора-два с ним. Ля-ля-ля-ля. Там недолго и поговорить не получается. Ехать надо. Там все. Поделали. Наконец-то сдался связью. Теперь можно ехать. Вот. Ну, вариант какой. Сегодня мы по-любому доезжаем до границы. Смотрим, что там у нас. Сколько держат в отстойнике. Ну, и тогда будем определяться уже дальше. Потому что ужас какой-то, сука, за сегодня. Блин, и 200 километров не отработали. Рабочий день уже скоро 12 часов, как длится. Блин, не успел заметить в обменнике почем Россия. А, вот, наверное. Сейчас еще раз глянем. Я менял. О, а здесь 45. Видите, какой там курс на границе? Хреновый. Я по 40 менял, а тут 45. То есть за 1000 рублей дают 45 лари. А там дали 40. Вот, минус 5 лари. Нормально. В следующий раз там нечего менять. Надо ехать сюда. И здесь все это дело делать. Потому что, ну, естественно, приграничные эти все дела. Там всегда курсы смешные. Ну, чтобы 5 лари отличался курс. Ну, так-то 5 тетри получается. Ну, грубо говоря. То есть за 1000 рублей цена вопроса 5 лари. Это уже серьезно. А если поменять, например, 7000, то минус 35 лари. Это уже хорошо. Зацикута нервный такой прямо. Так мигает, так мигает. Да успокойся ты, иди поеду. Я с правой стороны ветки сшибать. Хочешь ехать справа, ехать. Я буду там ветки сшибать. Вы посмотрите. Я там не смогу по правому ряду идти. У него или дрожит, или то он моргает. Моргает, видится. Ну, какой нервный. Здесь кто-то направо поворачивает. Кто-то что-то делает. Ей там с правой обгоняй. Там, если близко прижаться, ты будешь ветки собирать тентом. По высоте не проходишь. Давайте мы его пропустим. Шипон уже там бедный. Ему уже, наверное, плохо там стало. У него уже инфаркт миокарда. Ну, едь, ну. Все. Сейчас будет с моей же скоростью ехать. Понесся. Человек чуть Кондратья не хватил. Как это так? Его не пропустили. Главное, он столько времени. Посмотрите, сколько расстояния выиграл. Поверните налево. Поверните налево. Затем через 30 минут. Поверните налево. Так, тут хитрая развязка наша. Поверните налево. Развязка хитрая. Ну, давай, давай, братан. Газуй, 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 газуй. Я тут сейчас все равно им всем тут перегорожу. Спокойствие, да? Все, лезем в гору, и мы вышли из Тбилиси. До Марнеуле 28 километров, ну и там уже совсем недалеко осталось. Правда, сейчас темнеет. Приедем уже однозначно по темному. Что, можно сразу ехать? Нет пока. Нет пока. Так нет никого. На втором парке 1-4 машина. А, там на втором паркинге, да? Ё-моё. Так это и тут оказывается... Я что-то ни хера не понял. Ни хера мы сюда заехали. Я что-то ничего не понял. Это тоже вторую какую-то построили? Все, по итогу мы уже на границе. Отстойники пустые. Тут уже оказывается их целых три. И сюда. Вот. И здесь в грузином тоже он на заезд пару машин стоит. Так, считаем по местному время полдесятого. Решили сегодня уже границу пройти. Чтобы это... Завтра можно было располагать свободно времени. Во сколько, чего, куда мы поедем. Не знаю, тут он смотрится и туда, и туда, и туда машины стоят. Ха-ха-ха-ха. республика армения я не знаю видно вам не видно пол первого ночи ну еще тут направо повернуть и только тогда мы едем внутрь короче правильно там сказал один ложится спать надо было в отстойники ложится спать никуда не ехать а ехать с утром но уже поздно и и Продолжение следует...